Здравствуйте, меня зовут Салават Вахитов, я писатель. И сегодня я с большим удовольствием беседую с предпринимателем Сергеем Власовым. Почему с большим удовольствием? Потому что я очень люблю кот. И утро начинаю с него. Я, значит, начинаю с Сергея, потому что в Уфе самый вкусный кофе это у него. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, спасибо за добрые слова. Мы снимаем эту передачу не ради рекламы, у нас передача о предпринимателях, о предпринимательстве. И вот многие, в общем-то, мечтают о такой жизни, иметь небольшую кофейню, получать с нее доход, жить себе неторопливо. Мечта. Но я-то вижу, как вы вкалываете, честно говоря, с утра до вечера. Жить не то жить. Причем мне нравится, как он это делает. Работает с утра до вечера, каждый день и по выходным тоже. Но с каким удовольствием, с каким удовольствием готовит кофе и с каким удовольствием угощает гостей. Это приятно. Давно у вас бизнес. И как, кстати, называется кафе? Ну, кофейня Гринкап называется уже больше пяти лет, но здесь в центре Уфы, в бизнес-центре, капитал находится. Вот пять лет занимаюсь кофем, до этого в барах, в ресторанах, вот, перешел на кофе. Так что... Сейчас, сейчас, сейчас мы все это распорося. Сергей, я буду задавать дурацкие вопросы, пусть вас не смущает, что они дурацкие. Мне интересно все. Вот, а почему Гринкап, почему вдруг по-английски, почему не по-русски, не по-башкирски, не по-татарски, не по-чувашски? Ну, это у меня друг, как бы, занимался, уже до меня, как бы, придумали это на занятии. А, вот как было. Ну, и потом ему предложили работу получше, и вот он, как бы, мы вместе раньше тоже шли там в барах, в ресторанах работали. Потом ему предложили другую работу, и, как бы, предложил мне. И вот я тоже выбирал, там, был вариант заняться пивым, но пиво тоже, как бы, продавать, или кофе. И вот... Все-таки кофе победил. Да, кофе я не жалею. Вот, поэтому... Вот так вот название перешло, как бы, не сам... Это все понятно. Так вот, про не жалею я еще спрошу, надеюсь, не забуду. А какое образование у вас? Ну, средне-специальное, как бы... Что ее окончили? А, тогда называлось это 136-е училище кулинарное. А, все-таки, увы, в своей теме, да? Ну, как бы, да, там, как получилось, в институт не получилось поступить, в эвакуационный отступал, и уже армия подходила. Ага. И в те времена, ну и сейчас, наверное, тоже, как бы, типа, на кухне хорошо в армии. А, вон почему. Ну, да, одно из... А в армии все-таки служил? Да, служил. Я вот в Краснодарском крае. Вот в училище, в общем, не закончил. Потом пришел, его закончил. Ну, оно сейчас, как лице, по-моему, называется. В каком крае Краснодарском? А, в Краснодаре. Там служил два года, но он на кухне не пришел. На юг, слушайте, да, счастливый человек. На югах и на кухне служил. Там на кухне получилось, хотел. А то, что на югах, да, впервые там, Новый год, снег, ой, дождь был, помню. Для нашего Крыма это было удивительно. Сейчас-то, вроде, поменялся Крым. Ну, вот. А вы авиационный хотели поступать на какую специальность? Там авиационный двигатель, по-моему. А, все-таки на двигателе. Немножко... Ну, как бы, это... Есть разница. Да. А потом, вот, как-то все... Ну, еще в те времена, тогда, вот, там, как бы, парикмахеры, официанты жили так как-то свободно, что ли. Ну, у них деньги были. Хотелось все-таки в ресторанный бизнес как-то из-за этого тоже. Потом стал познавать кухню. У меня еще была кухня с организацией обслуживания. Поэтому потом пригодилась, как бы, администратором, манеджером. А, вот, как организатор все-таки. То есть, есть специальное образование, есть основа для будущего предпринимателя. А вот про время. Мне очень хочется спросить тогда про время. Те времена были какие? А какие это времена? Ничего, если будут сбиваться на «ты», Сергей? Да, конечно. Меня тоже можно на «ты», если что. Я уже чувствую, что сбиваюсь. А какие это времена? Ты какого года? Я 71-го. 71-го. Ну, я чуть старше. Те времена, это все-таки 80-е, конец 80-х, что ли? Их даже чуть раньше. Да, да, да. Да, да, они такие. Потом уже 90-е. Как бы, ну, вот я не знаю, как я по себе говорю. Просто хотелось в барах, ресторанах работать. Ну, и началось прекрасное 90-е годы начались. И как раз злачные места были востребованы. Да, тогда началось, по-моему, один из первых клубов был в Уфе. Карусель он назывался. До этого еще был в Черненковске. Не помню. Да, я вот начинал в Карусели, как бы уже. Это было модно? Модное место? Это было самое, по-моему, модное слово в Уфе. Карусель. Ага. Я удивлялся, я тоже приходил такой там. Ну, грубо говоря, в магазине там водка 30 рублей. Что это стоило? Там по 200 рублей. Бутылка такая же. Еще и люди там оставляли, не допивали. Угу. Что это? Хорошо. И что это? А теперь вы можете сказать, что это? Почему люди платят несколько раз больше? Ну, я не знаю. За что они платят? За ведение. Было такое. Всегда там, ну, попасть было трудно. То есть за место, во-первых, платят? Ну, и этот. Ну, вообще. А я знаю, за что платят. Ты, Борис, не знаешь. А я могу сказать, за что платят? Как раз за обслуживание. За подачу, простите меня. За то, что красиво. За то, что можно посидеть, пообщаться. Ну, это да, я согласен. Про ночной клуб. Ну, там вообще это. Ну, все и шоу. Еда вкусная. Попробую из первых. Было мест. Таких. Сейчас, конечно, много. Заведений и остальных. И когда в этот коллектив понял, что там столько всего. Всего в каком плане? Ну, еще изучать, изучать. А, вот как. Алкоголь и на кухне блюда разных стран. Все такое. Ну, было интересно. И стал по этой, как говорится, стыдизировать. Специализироваться. Да. А вот изучать. Как это изучать? Я вот представляю, как изучать алкоголь. Это что? Надо каждый напиток пробовать? Ну, и пробовать тоже, да, конечно. Ну, они очень разные, напитки. Там, по выдержкам уже другой вкус, послевкусие. Все. Как бы влияет. Сами, соответственно, тоже разные. Ну, и вообще, там, культура потребления. Даже ощущения другие. Или ты вино пьешь, или, там, коньяк сразу меняется. Настроение. То есть, напиток тоже разный, по-разному. У тебя менялось настроение? Ну, да. А что ты предпочитал сам? По-разному. Иметь в виду спиртного. Ну, допустим, смертного. Не обязательно спиртного. Ну, тоже по-разному. Периоды разные. Текила, помню. Была модная, я помню. Любопытно было, да. Был период. Напиток вроде не очень сначала, думаешь. Самогон? Да, да. Потом, когда там с лимончиком, там, еще в коктейле. Текила бум, помню. Не знаю, как сейчас он. То есть, это интересный напиток. Понимаешь, что... Также пиво тоже, там, вроде вот, нефильтрованное. Тогда только-только пошло. Пьешь, вроде, как будто испорченное, там, пшеницей пахнет. Потом понимаешь, что это вот именно настоящее свежее пиво. То есть, ну, вот так вот. Но в пив-барах тоже работал? Ну, да, ну, как бы, вот я же говорил, настоящее клубы, там, полная линейка, как бы, спиртную. Ну, и поэтому там все вот измечалось. И пиво, пиво, рознь. Так же, как вино, кофе, все разное. А заработки были хорошие в то время? Ну, да, еще такие, молодые, ничем не обремененные. Ну, там, даже, я бы сказал, за зарплату даже не заходили. Там, чаевые такие были, что... А, вот как. Да. Ну, я говорю, вот времена были. Сейчас такого нету, мне кажется. Сейчас бы вернулся в те времена? Ну, так-то, да. Что, вот бросил бы предприятие и пошел простым официантом? Нет, так уж на время, я бы сказал, совсем. Уже, конечно, все по-другому. То есть, ну... Такого не случится. А так, конечно, хотелось бы заглянуть, так сказать, обратно. А, ну да, заглянуть, да, всегда хочется. Это правда, я тоже человек любопытный. Но все-таки какой-то кайф испытывал, да, от работы? Да, 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 так с удовольствием приходили. Всегда все новое. Ну, вот, это вот одна сторона медали, как бы. Но ведь приходят и люди, которые нажираются, неприятные люди. Или не было неприятных? Так, конечно. Когда с алкоголем там работаешь, да. Человек был один, по дутру другой. Ну, да, это очень тяжело, кстати. Когда вот. Мне тоже там больше семи лет я работал. Потом и в других заведениях тоже, да. Ну, терпение. Борис, ты хоть огражден каким-то барьером? Да, чем я сейчас занимаюсь, это, конечно, там без алкоголя, там по-другому. Так что вот. А ты вот сознательно выбрал без алкоголя? Да, да. Потому что. А кофе, любовь тоже была? Ну, да, да. Но не сразу, вот только здесь вот я как бы начал постигать, понял, что это вообще тема такая вообще глубокая. И до сих пор ее там, ну, вот даже кофе сравнивать с вином же по букету. Очень разное. Столько оттенков. Там, по-моему, духи на первом месте. То, что кофе разное, я заметил. Но вот я люблю кофе, но я в нем полный дилетант. Я вообще не понимаю, как его готовят. Я просто интуитивно чувствую, вот этот кофе мне нравится, вот этот не нравится. Я в Уфе перепробовал кофе во многих кафешках. Я вот говорю, это не реклама, Сергей не платит, и я ему тоже. Мне просто нравится пить кофе у него, потому что у него всегда вкусный кофе. Он бодрит. Мне хочется после него просто жить. И поэтому я прихожу, и даже проходя мимо, я вот понимаю, вот здесь вот кафе Сергея, вот я обязательно зайду и могу пройти мимо. Что делает твой кофе вкусным, Сергей? Ну, много, как бы, этих нюансов, что ли там. Начиная от зерна, вода, все это имеет значение. Соответственно, оборудование, сам человек, паристия, отношения. Дорогое оборудование, Артур, интересует? Ну, это тоже, как бы, очень там большой разброс. Оборудование, конечно, чем лучше, тем дороже. Но тем и легче затащить публику, потребителя. Очень разное разброс, там, начиная от 150, там, до миллиона доходит. Это только кофемашина. Тем более сейчас все прогрессит, все меняется. Сейчас даже вот темперы, есть такие штучки, потом покажу. Что такое темпер? Темперы, которые, как бы, выравнивают поверхность, когда кофе... А, то есть мне говорили об этом. Машина машиной, а кофе должен лежать ровно. Иначе с одной стороны подгорит, с другой не доготовит. Это правда? Ну, да, потому что через кофемашину должна быть поверхность ровная, без трещин. Вода, чтобы проходила через плотную такую таблетку кофейную. Тогда она выварится, все правильно будет. То есть вкус все равно зависит от баристы? Ну, да, да. Одна и та же машина, а может быть приготовлена по-разному? Каждый по-разному, да, делает. Зерно, конечно. А какое оборудование хорошее или престижное, или качественное? Не знаю, как спросить. Ну... Ты сам выбирал? Мне тоже досталось. А, досталось у нас местно? Очень хорошее, итальянское, Ранчильо фирма. Там есть сейчас, там, Ля Марзока. У многих кофейных стоят. Другой, конечно, ценник. Качество. То есть ценник, все-таки, зависит и от машины тоже? Ну, да. Как бы... Ну, тоже имеется в виду проходимость какая-то. Зависит. А что значит проходимость? Ну, то есть, вот, вы готовите кофе. Там, 10 человек подряд, 15. То есть, она у вас небольшая, может не справляться. Дошло до меня. Более маленький, там. Да, не успевает согреваться. Ну, это, когда уж совсем такое заведение. Где, вот, прям, очередь. У меня тоже бывает, полутру особо. Особенно. Ну, не так, чтобы не донуть. Сейчас буду спрашивать о доходах. Не хочешь, не отвечай. А вот у вас все-таки небольшая кофейня, да? И раз начали говорить о проходимости. И людей не всегда бывает много. Я замечал-то. Ну, да. Как бы... Такой трафик. Да. А удается зарабатывать? Да. Ну, так... Зарабатываем понемножку, конечно. Хотелось, чтобы еще несколько было. Сейчас пока вот... Ну, на одной точке это остановить. А, все-таки несколько точек хочешь? Хотели, да. Что-то вот сейчас... А хотели это с кем? С... С... Своими единомышленниками. Ну, как бы у нас тоже друзья, там, коллеги. Ну, именно здесь я один, а вообще так... Вот это вот интересует. Друзья, коллеги. То есть, есть все-таки какое-то сообщество, братство, кофейщиков? Ну, они как бы есть, да. Общая тема. И только начинаешь говорить уже, как бы это... Когда общая тема, кофейная... Ну, ты давно в этом бизнесе все знаешь? Всех... Ну, многих. Многих. А вы поддерживаете друг друга или как? Ну, так... Помогаем... Поддерживать... Прям... Так, словом, я не знаю. Ну, вообще, это... Так, советы, отношения. Если мне какая-то помощь, подержать... Да, вот совет, это тоже важно-то ведь. А начинающих, например, к вам могут подойти и спросить, а вот как начать? Я хочу... Это же конкуренты. Ну, как бы... Вот я, например, хочу открыть кофейню. Рядом с тобой на третьем этаже. Ну, как бы это я все расскажу, что нужно сделать. А что нужно сделать? Ну, во-первых, место сначала, да, оборудование. Место, где ходят люди. Да, место, где ходят люди. Вот я просто тоже хотел, как бы, думаю, надо еще развиваться, еще несколько. Вот дальше центрального рынка уже тяжело, как бы, это... Больше центры все-таки народы. Да, там вот где-то кофе не пьют. Ну, вот сейчас вот в Деме тоже приходили вот с таким же предложением. Девушка туда подходила, хорошо. А в Деме есть народ? И вот она вроде сейчас это... А какого поставщика я порекомендовала, она говорит, что это больше и больше закажет вроде становится, как бы. А вроде, может, это пошло дело. То есть, тоже изначально, с нуля, можно сказать, начали попробовать. Мне кажется, что зелено сложно вести бизнес такой. Ну, да, сначала можно пробовать, наверное, сейчас вот есть компании, которые предоставляют и машины, и кофе. То есть, нужно сначала пробовать. Оба-на, вот это интересно. А предоставляют как? Ну, со своим условием, чтобы вы как бы... Они вам предоставляют оборудование, а вы уже у них берете зерно. А, вот как. Да, и пробуйте, если у вас вот пошло. А потом выкупаешь? У вас проходимость. Потом можете свою там машинку, машину, там, кофемашину. Много всяких это для... Ну, это хороший ход, кстати. Да, потому что ты, как бы, может быть, что-то и потеряешь, но не так, что купил машинку, потом надо продать. Да, да, да. То есть, что просто возвращаешь такие вот варианты, надеемся. Ну, тоже нюансы. Может, вы хотите вот кофе какой-то свой, особенный, а тут уже вы обязаны будете брать у них, какую они вам представляют. Там тоже, конечно, есть выбор. Чистая арабика, смеси. А ты на чем работаешь? А у меня как бы своя кофемашина получается, и я вот как бы могу разный кофе. Есть определенный, который людям понравился, он всегда есть. А я у тебя какой кофе пил? Вот там смесь, три вида арабики и немножко рабуста. Да, поэтому вот вы говорите же бодрит. Он как бы заряжает. А рабуста для чего? Для горечи, что ли? Ну, она дает крема и вот как бы крепость. И немножко горчинка. Подожди, а арабика раз не дает крепость? Арабика тоже дает, но у нее меньше кофеина, и она такая, более мягче. А рабуста ее, как вот, считают, легче выращивается, она как, можно сказать, сорняковая, что ли. То есть бросила, она выросла. А арабика, там... Ее нужно культинировать. Словена, жара, уход. Там, допустим, сейчас не помню, сколько по градусам, там чуть ли не плюс 18. И ниже, если спускайся температура, она может умереть там всю длину и смерть. Чем выше там Нагоромное море, тем качественнее. Вот, африканское. Ну, там из Колумбии, ну, много всяких. И Бразилия, конечно. Вот, не всегда, где жара. Какой самый дорогой кофе? Так, ну, вот, наверное, Копельвак, считается. Который, наверное, многие слышали про него. Еще есть? Нет, вот я, к сожалению, не слышу. Такой есть зверек, типа курица, по-моему. Так, все, я догадываюсь уже. Да, съедает самые спелые варты. Что-то мне не очень хочется. Я тоже пробовал его, тоже. Но он такой, прям, шоколадный, шоколадный. Ну, конечно, когда рассказывают этот, как-то... Есте. Вот еще этот, Blue Mountain, по-моему. Вот этот, такой тоже дорогой кофе из Ямальки. Тоже редко здесь есть, по-моему. Вот. Я пробовал, дорогие сорта. Ну, вот это надо, чтобы... Ценник другой будет, конечно, кофе. Угу. Как-то вот. Хотели там... Да, вернее, я делал там. Я богатый. Чашка там тысяча рублей. Ну, сейчас вот не особо вот такое. Ну, пытаемся сейчас внести какие-нибудь в меню, такие авторские кофе. Дима Гвоздь есть у нас. Серьезно? Да. Ну, чтобы люди приходили, спрашивают, что это там. Знаешь, а я на такие вещи не очень клюю. Вот я прихожу, например... Вы консерватор. Я консерватор, видимо. Я прихожу в какое-нибудь заведение поесть, например. И там вижу, что креативно так поработали. Назвали по-своему блюда. Но я их не знаю. Я не знаю, что заказать. Понимаешь, у меня начинаются проблемы. Я ухожу туда, где есть просто вот картофель с котлетами, например. Я это понимаю, что это такое, какого качества. Да. А вот кто там гвоздь? А, ну, это у нас есть тоже постоянный посетитель. Он приходит и видно ему это. Рабочие моменты, нужна всегда энергия. Он 4-5 чашек выпивает. Ну, стаканчики, так и кофе. А, это в честь него? Ну, да. И вот как бы он уже, когда приходит, там все, там, пятая, пригвози. И так вот назвали. Это прекрасно. Да. Ну, когда создаются легенды, это прекрасно. А вот скажи мне, пожалуйста, у вас такие маленькие доходы, что ты не можешь позволить себе нанять Бористу? И сам все время стоишь? Ну, ты так как бы... Ну, я как бы сам работаю, я считаю. Если вот я буду, не буду это делать, я просто облююсь. Поэтому это... Так-то у меня помощница есть. Пару дней она помогает. Как раз, ну, время есть, закуп сделать. Потому что нужны там всегда свежие пирожные. Да, но ты... Да, и я этот все равно, вот, как бы считаю своей работой нравится. Нет, да. Ну, ты, конечно, я понимаю, что нравится. Я понимаю, что ты еще немножко лукавишь, обленюсь. Что значит, обленюсь? У тебя останется время на организаторскую деятельность, открыть новую точку, скажем, новых поставщиков найти, где-то подешевле что-то придумать. Ну, вот я как раз сейчас это время у меня вот и уходит на это. Оно небольшое время остается. Да. А вообще в день сколько ты работаешь? Ну, в день это... Это для тех, кто захочет открыть кофейню. Ну, получается, этот... Ну, пока здесь бизнес-центр, поэтому до 8 только я могу работать. А вообще планируем мы там поменять режим работы. Чтобы больше вечерами. Ну, я 8-9 часов. День. Да. Ну, это нормально. Мне показалось, что больше. Ну... Если ты приходишь в 8 и уходишь в 8, то это явно 12 уже. Так, ну, там немножко, да, 10. Я сказал, сколько? Около 10. У меня просто такой режим прям этот... Неточный. Ну, я этот... Получается, ну, как вот, едешь ты на работу, уже там делаешь закуп, это уже работа. Поэтому, да, здесь. Конечно. Я думаю, тебе покой не дают еще и телефоны и все прочее. Да, вот так. Вот. Что за публика ходит? Все-таки дорогой кофе. Что за публика приходит? Ну, как бизнесмены. Вообще люди разные, студенты. Как бы... Ну, то есть, вообще, вот, очень разные люди. У меня в Питере тоже удивило, что студенты все поголовно пьют кофе и очень дорогой кофе. Да. Видимо, хорошие стипендии. Я не знаю почему. Ну, вот, кто-то вот еще, вот, я помню, приезжал, ну, это вот один из моментов, почему-то запомнился. Девушка ехала на работу сюда, она где-то на российской, по-моему, жила, и приезжала сюда в бизнес-центр, говорит, вот, я сегодня специально не поехал на такси, чтобы выпить, там, чашку латы. Вот, видишь, не я один такой. И каждый, как-то, наверное, находит на кофе. Топик, а ну, и вот. А приходят те, кого-то не хочешь видеть? Вот, приходят противные люди. Да, что-то, вот, честно, нет. Ну, есть, которые, там, кто-то настроение начинает, что-то, понимаешь. Бывают скандалисты? Так, прям, прям, долго скандалить, вот, вообще, у меня, вот, не было. Ну, прям, видно, что у человека, там, день не задался. Ну, да. Что, видно, что на негативе, ну, так. Ну, у тебя характер, что-то, такой, покладистый. В общем-то, работал много, когда с алкоголем, приходилось и слушать, и, ну, там, да, разные моменты были. Один Новый год даже, вот, в гостинице тоже работал, там, человек, всю ночь просто, там. Ну, менялся буквально, то ему весело, то он злой. А нельзя было просто выставить? Ну, как бы, в гости, все-таки, нет. А, нет? Таких, прям, бывает, видно, что негатив. Ну, стараешься промолчать, просто пожелать хорошего дня. Ну, сам, тоже же бывают. Теперь мне говорили, что бывает, что нас, простых потребителей, и обманывают. Ты проходишь мимо, а там аэрозоли специально набрызгали, ты чувствуешь этот запах кофе, и уже все. Как бы, ты вынужден идти и покупать его. Правда, есть такое? Ну, я вот слышал, кто-то так делает, ну, у меня отличный. Просто запах от того, что кофе молишь, или когда не наливаешь уже воду там, в американо. Пара идет, так вот. Я вот даже где-то, ну, это где-то в Таиланде, там, одна женщина, там, владелец, она просто жарила сковородками, ходила вот так. Угу, там аромат был, конечно. Аэрозоль, не знаю, ну, это так, маркетинг. Да, ну. Ну, вообще запах кофе, конечно, манит. Ну, у меня вот такой аромат, естественно. А у тебя какие хитрости привлекать? Потребители. Как ты меня заманил? Просто вкусный кофе надо попробовать сразу. Вот именно, как бы... Но ведь можно пройти мимо и не попробовать. Да, для этого вот такой жесткий маркетинг, когда вот только открываешься, открываешься. Просто там спрашивают, какой вы пьете там капучино, латте. Вот вам попробуйте, без денег. А, вот так даже? Понравится человек, он придет еще раз. Потому что кофе он такой напиток. Если не понравится, надо другой сделать, чтобы понравился. Вот так вот. А сам какой пьешь? Я вот спросил в основном. А, потому что его немного, и он крепкий? Да, вот как бы, когда в клубе работал, времени не было, там тоже многие удивляются, как же, а как же это, покарфовать, посидеть, попить. А эспрессо он вот все и сразу выпил. Да, но он бодрит, но потом все равно тяжело после него. Ты если выпьешь три такие маленькие рюмочки, простите меня. Ну это да, там же. Тут в крови начинает что-то бегать уже, ты чувствуешь, что перевозбудился. Это, ну, ваше, как бы, надо паузы делать, воды пить побольше. Ну, уже я вот уже чувствую, когда лишнее просто не пью. Ну да, но отравиться-то можно все равно? Ну, я не знаю. Наверное, даже водой можно отравиться, если много выпить. Можно. Нет, отравиться-то я не знаю. Ну, какие-то такие ощущения возможны, если кофе не отбывало, много мне приходилось пробовать, когда настраиваешь машинку, потому что волосы шевелятся, чувствуешь, так вот, просто надо тормознуться. Какие времена в бизнесе были самые тяжелые? Тут самое, самое, даже не знаю. Ну, вот, пандемия, конечно. Ну да, я хотел спросить про пандемию. Просто не работали. Просто не работали. Да. А на что жил? Успел накопить? Немножко там были, там, сбережения, но так вот, потом это... Ну, то, что было, так скажем. Просто еще, слава Богу, период такой небольшой был. Ну, именно у меня, там, ну, два месяца почти не работали. Полтора, чтобы точно. Потом, как бы, опять... А знаешь, были кофейни, которые работали. Они, как бы, забили на все это, или им разрешили это сделать, я не знаю. Но они работали. И, причем, с парнем я разговаривал, тоже предпринимателем. Он говорил, что... А мы думали, что слабые предприятия, они отомрут за время пандемии. А оказалось, что слабые предприятия были наглыми. Работали, мы пострадали, а они только выиграли. Ну, вот, есть такой момент. У кого-то, у них, вроде, ценник вот большой был. Угу. Я думаю, может... А что, предложений стало меньше? Да. Ну, вот, у меня-то... У меня, я по-любому не мог работать, потому что бизнес-центр, он был закрыт полностью. Так, как бы... А, вот оно что. Даже дверь, это, не входная была. То есть, ты не смог схитрить? Может, это... Тоже хотел доставка, ну, с кофем доставка, как бы... Будет же и такой вариант. Стояться не очень, но, мне кажется, это тоже будет с этим. Но у тебя это просто не было организовано до того, да? И очень сложно организовать. Ну, да, просто было закрыто, потом вот. А, кстати, через интернет работаешь, есть заказы? Ну, у меня, я вот, как... Только кофе продаю, как бы, это... Пока нет, вообще. Пока нет? Да. Ну, вот, доставка, так, в районе, там, полкилометра доступна. А так, чтобы пока... А кто-то доставляет, да? То есть, кого-то нанимаешь? Ну, пока, вот, как бы, помощница есть мы сами. А, вот. Это вот, как бы, здесь, вот, рядом все. Потому что кофе, он все равно остынет. Я имею в виду не то, что прям кофе в офисе, а именно уже готовый напиток. Ну, да, да. Поэтому... Ну, вот, как-то эту тему хочу развивать. Ну, хорошо, я смотрю, у тебя настроение-то есть работать. А перспектива-то, она как видится? Она вообще существует у нас? Ну, перспектива... Ты вообще посоветовала бы кому-нибудь заниматься этим бизнесом? Ну, если не желание, то можно, нужно, конечно. Тем более, вот, у нас рынок такой. И только центр работает. Так, чтобы развивалась культура. Дальше проходила, город. Ну, вот, я пью копии на 50 лет СССР, где я живу, да? Но там они в основном на вынос работают, конечно. Я филадельфию имею в виду. Там, где суши. Ну, сейчас вот меняется все. Тоже были времена, что там нужно, чтобы чашка была согретая. Тогда ты только кофе там варишь, там температура подачи. Сейчас все-таки степь другой. Стоп, 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 интересно уже. Вы нарушаете технологию. Ну, если уж кофе с собой, то бумажный стакан. Всякое нарушается, да? Да, как бы это. А я не знал вот про это. Нужно греть чашку? Ну, это в ресторанах сейчас так и подают, конечно, если ты в это заведение. Я уж к тому, что, мне кажется, тогда бы так кофе посчитали, что так нельзя его пить. Кстати, 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 очень интересно. А как нужно пить кофе? Остывшим или горячим все-таки? Ну, это уже тоже, да. Сейчас же тоже много всяких вариантов. Есть там Курровер, там большой, большой объем. Его тоже пьешь. Сначала вот он Один вкус на остывание, Другой открывается. Вот я предлагаю сейчас Вот на этом пока прерваться и Спуститься в кафе Посмотреть на эти варианты. Что за варианты есть? Это возможно? Конечно. Еще вот вы говорили, что вы дилетант. Тут же как кофе, если нравится, то нравится. То есть это правильно подход? Ну да, как любую человеку. Все понравилось, значит вкусно, значит все, что-то понимать. Я лучший в природках, да? Супер. Как день? День как день? Да, лучший, да, вообще. Меликую, веселую. Пошел. Ну вот, как раз, все хорошо. Очень хорошего дня. Хорошего дня. До встречи. Круто. А что это такое было? Ну-ка, покажи еще раз. Это, это, ну в кофейнях так не делают. Я уж так просто... Да? Не-не-не, это... Это, ну спокойно. Почему говорят... Это навык, да? Да, этот, который сейчас все напарится, они спокойно, спокойно. У меня все-таки осталось еще вот эта торопливость, что-ли. Поэтому, хотя надо не спеша, как-то это, спокойно. Он был такой спокойный, и вот, ну это, знаете, типа, элементы с ленингами, вот это не все. Да-да-да. Это с пушками, когда в свое время на конкурсе участвовали, годный, дневный, и там, знаете, спирали, и готовили коктейли, алкогольный аромат. А вот этим штучкам учат специально, или это сам просто? Да, ну вообще есть там сейчас такие, не знаю, как, школа, не школа, фейринг. Ну это там красиво, там сейчас на вечеринках, на выездных, там ездят. Мы тренировались, там сколько бутылок били, я не помню, бутылки деревянные. Так вот за что люди деньги платят. Ну да, и за это тоже. Ну, удивите нас, Сергей. Вот хотим какой-то необычный кофе, заваренный альтернативным. Альтернативным способом? Уровер? Очень хорошо, я его пробовал уже, мне понравилось. Ну, в общем, это как, здесь же вот кофе через кофемашину, а это просто молотый кофе в фильтре и кипятком. Ну, немножко другой будет. Вот другой, да. В чем разница-то? Разница? Ну вот, кофе вроде одинаковый, но он просто как бы забирает другие свойства, что ли кофе, так сказать. Во-первых, его больше. Больше. Ну, это обжарка поменьше. Ну, светлая обжарка. Но ведь он крепкий. Крепкий, вот как мы говорили же, пить можно дольше. И вкус он меняет. То есть, когда вот там сильно горячие, там, по одни ножки, там, кислинки. На остывании, там, можно, там, прям, почувствовать. Даже вот кислинка, она тоже разная бывает. Бывает ягодная, терка. И вот понимаешь, что кофе, это вообще там безграничный вкус. И вот их, я вот когда тоже вообще кислый кофе мне нравился, то вот попробовал холодный дождь. Потому что вроде просто такая-то горькая. Но сам ты что предпочитаешь? Ну, я вот такую смесь кофе-эспресси. А сладкий, не сладкий? Сладкий, хотя друзья меня ругаются. Ах ты, черт возьми. Меня тоже отучают от сладкого. Но я сладкий люблю. Легкий способ, кстати, дома заваривать. А, во-во-во. Нужна вот такая кружка. Так, а где она продается? Она скоро будет продаваться у нас. А, вот она в чем дело. Ну, вот фильтр, фильтр бумажный. Обыкновенный стакан. Так, смачиваем фильтр, чтобы он плотно прилегал. Подожди, а что же был за фильтр-то? Фильтр, бумажный фильтр, обычно. Ну как, он необычный. Из чего он? А его тоже надо покупать у вас? Да. И вот для того, чтобы он плотно прилегал, его просто смачиваем. А можно еще коробочку посмотреть? Чтобы увидеть такой в магазине и купить. Коробочка для меня, да? Фильтр вот здесь. Теперь вот называем кофе с сиреннего помола. Ну, это как бы это, я бы не сказал, что это фишка. Просто сейчас более популярный кофе не восстанавливает. Оба-на, тут довольно-таки много кофе. Но его уже прессовать не надо. Нет, он наоборот должен. А, он должен быть рыхлым. Так вот, это выглядит свежий, вкусный. Где-то прям с хлебом пакет. А как-то, может, показать его как-то? Ух ты! Ну, для этого есть специальный чайничек с длинным нотиком. Он у нас сейчас в ремонте, поэтому я вот так заливаю. Оба-на! Движениями круговыми сначала смачиваем. Тут не просто так еще, надо и круговыми движениями. Да, он много. И такой кофе вот он из-за того, что его там много. И таким способом, как бы он легко заходит и очень сильно бодрит в течение дня. Я про стакан спрашиваю. Это специальный стакан или любой можно использовать? Ну, в домашних условиях, наверное, любой. Здесь тоже, типа, пшенички такого. Но толстое стекло должно быть, чтобы не оставало. А поможете, как зовут? Маша. Маша, а вы какой кофе пьете? Да, американо люблю. А, американо. Так, я тоже люблю американ. Я его только и пью. Маша, она просто тоже любит кофе. Проходила минимально, сколько уже, пару лет, наверное. Путора года назад. Говорит, научите меня кофе. А вот так можно было, что ли? Ну, вот мы как бы обменялись. И потом, я говорю, мне некогда там все время на работе. И так-то вроде нужен помощник. А я думаю, Маша, твоя родственница. Нет, мы просто, наверное, похожи. Да? И это, и вот благодаря ей вот она здесь. Так это ее дизайн. Это все, да. Все она сделала. А вы художница? Да. Вот, чтобы поменяли знания. Я и про кофе. Худграф БГПУ? Нет. Откуда? А, Институт искусств. Да. Прекрасно. А картину рисуете до сих пор? Ну, я большой художник график, я печатаю. А где? На станке Афорты. А это востребовано? В своих кругах. Ясно. В кругах тех, кто пьет кофе. Нет. Ну, вот он практически готов. Или еще какие-то нюансы есть? Все. Ну, его отлично. Спасибо. Это можно попробовать? Это нужно, да, попробовать. Артур, это халява. И я тоже с вами. Ваше здоровье. В общем, бросайте пить курить и пейте кофе. Очень вкусно. Да, вот моя беда в том, что я не могу объяснить вкус. Не научился, будучи писателем, не научился объяснять вкус кофе. Очень даже хорошо. Я думаю, что вот этот кофе надо пить без сахара. Вот он мне почему-то закроет без сахара. Я туда засыпал. Это индийские, которые мы сейчас пьем. Вот такой жареные семени. Спасибо. Ржаной хлеб, специи. Такие должны быть почувствовались. А, вон он как. А сорт-то кофе какой? Из Индии. Ну, арабика индийская. Просто индийская арабика. Да, называется муссонный малавак. Ну, хитрое название, я его сразу не запомню. Ну, вот я не знаю, фишек у меня больше нет. Или это даже не фишка? А какой самый висящий вопрос, который тебе задавали? Кстати, да. О чем тебя не спрашивать в следующий раз? На что задолбался отвечать? Ну, таких прям нету вопросов. А, этот, где находится муссонный? А, прекрасно, да, прекрасно. Вот человек моего поколения. А вот эти пончики мы тоже пробовали. А если они остаются, что вы с ними делаете? Срок хранения, наверное, же есть на все, да? Ну, да, у меня семья большая. Ах ты. Вот он, посетитель. Вот, прекрасно. Здравствуйте. Спасибо, Сергей. Большое спасибо. Будем заходить. И, наверное, у тебя найдется, о чем еще рассказать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.